тпм с орлом красивая не форма и вот эти прорези 18000 такая стоит 120 120 стоит а это 30 красивая дошел я до пекина дошел концертного зала имени чайковского театр здесь вижу вон вывеску невольницы по островскому комедия я кстати был как-то в этом театре и как раз таки наблюдал один из спектаклей так ну а мы пришли в пекин к кости зайдем сейчас наши годы длинные друзья старинные ух ты не знаю нет кости здесь еще пока что здесь красота конечно невероятно сейчас я зонтик закрою уже у кости заваривает чайник вот у него сохранится вот такая эксклюзив с мадонны зелененькая а чашечку мне поставил лфз конфеты лежат в роскошной вот такой вазе виде цветка одним словом сплошная роскошь чебуреков поел но чая отказываться не стал так для поддержки разговора как говорится так сахарница тоже там что-то есть эмблемки какие-то но не знаю красивая кстати у него там клиент пришел уже уходит клиента башмачок мы с вами давно давно видели такой башмачок у них же собачка вылазит а мальчик тоже в дырявом башмачке видите ли сгор с горки скатывается на самках снежной горки а это графин и вот такая пробка графина очень красивая на эти креслах восседаю так им надо здесь конечно салфетку посреди там не царапают да вот он у них этот лфзшный наборчик а это по-моему кала насколько я могу узнать до кала здесь тоже лфз нет это дулёва это дулёва вот эти красивые тарелочки со стрелами смотрите берлин берлин а вот какая милота смотрите ты что эгоист и одна осталась но сегодня что-то пишет о семье там тоже красоту прислала можете красоту добавлю выложу вам просто некоторые товары здравствуйте они не успеют прийти она уже их продала она даже не доносит их до рынка кое-что уже продала ее просто прислала мне чтобы я просто полюбовался это ваза 55 тысяч с драконами драконы держит такую чашу какая-то редкая чашечка и я не смог прочитать мада и не знаю чего россии наверно кстати тоже шкатулка старенькая сахарница по золочению внутри посеребрение дам снова серебрию до варшава очень хороший цель дамочка сейчас заходила разглядывала совочек этот роскошнейший него даже повесить для красоты нужно чем пользоваться такой роскошью смотришь получишь удовольствие кстати в комплекте тоже хорошо смотрится два предмета шел тоже варшава внутри ретро королева да здравствует королевы пар не очень виден ну переживаю ребятки смотрите я же здесь у кости и позвонила танюшка вы же хотели все танюшку видеть вот она едет на машине мы сейчас разговаривали грудь они давай сниму тебя я говорю только не отвлекайся потому что она на дороге и за рулем а она ездила на массаж а сейчас едет мимо поля подсолнечника подсолнуховы да и она обещала нам сейчас снять небольшое видео в подсолнухах она уже пришлет мне я вам досниму если у нее там все получится в общем вот давно танюшку не видели и и она была рада я думаю увидите я тоже очень да мы тут немножко посплетничали чуть-чуть промыли косточки да кое-кому кое-кому надеемся кое-кто будет крепко спать и все у него будет хорошо в жизни да пусть ни о чем не думает а нам то как приятно да сейчас я приеду на вот вот уже подъезжает две минуты и даже могу в прямом эфире показать подсолнухи вот сейчас буквально минута высокие да я там выйду и вам покажу высокие там сейчас вот я уже ну высокие мне кажется даже выше меня сейчас проверим а они уже спелые да получается они уже да уже да ну тебе надо срезать действительно один у меня ножа нет а они там у основания уже ты можешь так пальчиками они спелые они спелые такие там как сказать как вата сейчас привет друзья смотрите сейчас я что было вот вначале я покажу вам мелень и вот тут тоже пришел человек Таня ты где где ты это смотрите видите ага ты нам хоть скажи где ты это я все путаю это регион Премонт ну это что это Италия или что это это Италия это это Италия регион Премонт север Италии ага так мужчины ты там осторожней с мужчинами с чужими вот посмотрите высота вот мой рост у меня метр шесть пять и вот потом ага вот 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 ага ага ну они не вызревшие они маленькие сами ну они это это какой-то сорт такой маленький аааа какой-то маленький сорт маленький сорт ну как ну вот маленькая ладошка ладошка ты видел больше конечно у нас как четыре вместе соединить у нас в деревне росли вот здесь смотрите вот здесь этот смотритель да вот так профессионал профессионал пришел с камеры чтобы снять красоту а он снимает он наверное тоже блогер со штативом со всеми делами ааа ну это блогер значит да сейчас мы зайдем в подсолнух Иван тебе сорвать один? нет ты мне лучше это горизонталку сделай горизонталку окей извините вот широкоформатная нам давайте ТВ ну красивая ты фотку обязательно себе сделай ты рыженькая и на фоне этих будет шикарно а вот еще смотрите дом Тань мы тебя в России то будем ждать когда нибудь конечно ждите меня ждите меня и я вернусь ждите я должна приехать скоро приеду Ваня и расцелую тебя в обе твои красивые щеки ладно договорились интересное здание ага это просто дом да это дом просто дом да это дом кто хочет я могу купить для вас ну у меня не так много денег но при желании все возможно это просто дом он смотрит симпатичный такой то есть что его можно снять что ли а я не знаю но я фантазирую думаю да вот такая дверь красивая старинная старинная дверь пупырышку железки видите железные ага пупырышку арка а вот смотрите вдалеке прям вот это поле оно длинное? оно такое приличное не очень длинное не очень короткое не очень короткое даже поставили вот такую штуку да как она как ее назвать? Тань вот у нас сейчас 8 вечера а у вас сколько? у нас я не знаю Ваня это не важно минус час смотрите такую рамку поставили и я могу у нее зайти и как будто бы я это картина ага да ты вообще как картина и можешь без рамки а я как будто бы я и мой друг а мой 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 это мой заколка поцелу цветок да конюшка в общем мы тебя ждем в России тоже тебе куча поцелуев я думаю от всех зрителей которые по тебе заскучились от меня тоже конечно спасибо большое спасибо большое рад даже что зашел тебя увидел я вас тоже всех очень люблю очень скучаю и очень хочу приехать в Россию и приеду и мы обязательно с вами увидимся сходим в какое-нибудь интересное место и что-нибудь вам интересное расскажем правда Вань? да ну еще обязательно надо наобниматься обниматься первым делом да хорошо будем обниматься хорошо давай тебе всего хорошего там будь здорова спасибо и счастливо пока привет вам из Италии пока пока целую я таки спускаюсь и вижу посмотрите какая здесь скатерть обалденная скатерть на столе у них ее я раньше не видел ммм какая красота с такой вот рочкой на уголках и цвета красивые да сладенькая можно сказать скатерочка здесь тоже сладости стоят для гостей приходящих подсвечники это пара 3500 да? да парочка красота 28 да? да чье это? это Европа чудо красивые листья как будто хвост жар птицы или пирожек птицы очень красиво а здесь таксы за колечки держатся или несут? это не таксы это между прочим а это же эти это между прочим дулёва авторская работа ты что? да это ящерицы и камень цветов дулёва ого такое чудо мы я вчера когда на днях был в Перово в особняке Шереметьевых даже там такого нету такой красоты вот у них вот это чудо чудо тарелка здесь две тарелочки таких с батальными сценами наполеонских войн причём это жилопись это не декольный настолько детально всё прорисовано гениальная как иницировка это нет? или цировка? ну да объёмно наложено золото но здесь не золото главное здесь живопись такая детальная потому что живопись на квартфоре это вообще технически очень сложно это несколько обжидёт и при этом непонятно в какой цвет это всё попадёшь в итоге да будет но это тоже гениальное ну да это тоже живопись вена а это что за лисонька? это чьё? мейсон мейсон старенький 19 лис ммм такое лицо смешное хитренькое лицо мейсон это Россия сегодня инспограмм выложил аааа это тоже Россия сейчас он зовут но это деколь ну что ребятки немножко вам поснимало здесь кости и уже побегу домой монтировать для вас новое видео ну отдохнуть надо и домашние дела поделать а вы конечно заглядывайте время от времени сюда метро маяковская пекин прямо на территории гостиницы у кости здесь такой антикварный отделчик все пока с вами был Иван Рыбников кости пекин пекинский пекинский да кости пекинский и Танюшка пекинская вечерняя Москва так куда это на красный свет побежали все а вот и зеленый ну видите из Танюшки повидались сам был рад увидеться с ним пообщаться мы конечно больше пообщались там еще на разные темы и нам еще кое там что показало ну да интересно интересно да забавно почистил картошки хотел пожарить а потом думаю а чего жареную картошку драники же всегда лучше ну так вот натер хочу сказать что самые настоящие драники самые вкусные это все таки те которые натерты на самую мелкую терку сейчас я немного солью или вычерпаю эту жидкость лишнюю вобью одно яйцо немного соды ложка муки и конечно же пару ложечек соли и сделаю драники для себя мука соль сода яйцо все уже здесь сейчас перемешаю все и буду жарить красивая тесточка у меня получилось и даже не темнеет потому что собрал всю жидкость из-за которой темнеет еще темнеет из-за металла когда ложки металлические то есть можете еще использовать деревянные ложки или пластик ну видите какие красавцы скворчат уже у меня вовсю разговаривают со мной обещают мне быть вкусными румянными красавцы а я им отвечаю давайте давайте не подведите смотрите какие красавцы пар еще от них идет пузырьки лопаются и красивую тарелочку я покупал ее давно-давно на авито ну как давно года два для кого-то давно для кого-то недавно она такая непростая тарелочка очень красивая плотно такой толстенький достаточно ну тем наверное они крепче как раз таки вот с таким клеймом видите по заказу завьялова друзья завариваю чай завариваю прямо в кружке его а кружка-то из Германии от Галины Франц кто часто на моем канале бывает тот помнит или вспомнит буду есть конечно же со сметанкой вот они мои дранички в той самой тарелочке конечно же Кузнецов кто еще делал такую красоту и роскошь а это Иван Рыбников сделал буду есть со сметанкой ложечки вилочки комплект дарила мне Елена из Германии присылала я вам не показал но она прислала мне целый комплект вот этих ложка вилка ну здесь они шикарно смотрятся в этот раз был у Аси и одна из королев оставила вот такую вазочку мне просила передать Асю ну так вот она у меня здесь здесь дома уже стоит это ведж я честно говоря как бы это или белье что нужно ее окрасить либо это вот все таки есть желтый и зеленый да еще какие-то цвета обычно мы видим синий ведж а это вот такой вот желтенький интересной формы кстати вещь не дешевая ведж стоит приличных денег видите стоит моя тарелочка здесь купленная не совсем не так давно я еще ее отмыл но не прибрал ну а я приступаю к драничкам вдруг кто-то из вас тоже обедает или завтракает или ужинает приятного аппетита и Иван Валерьевич вам тоже приятного аппетита иду наслаждаться сменил режим дабы вы увидели их в картинке более качественной в картинке более качественной потому что все это сверкает и блестит а при том режиме камера не дрожит но нет четкости здесь она есть ну и снова приятного аппетита и до новых встреч конечно же ваш Иван Рыбников дело в том что я раньше частенько делал их и выставлял в инстаграме и потом короче народ писал хочу на драники хочу на драники Ваня и потом смотрю тоже пошли делали драники все каждый хочет потом ну так работает наш мозг так что давайте доставайте картофель и натирайте напомню на мелкой терке некоторые люди делают блендере но я не ленивый я могу для себя натереть пока пока до новых встреч мои хорошие когда ты уйдешь барабанит дождь барабанит грусть и погода дрянь барабань 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 ты куда ушла в такую рамь а когда концерт барабанщик бог вспоминает он пару звонких нот барабань барабань даже если сердце пополам